Арена. Игра, которую мы так долго ждали. Вопрос возникает в том, что же мы получили. Как в итоге это все выглядит? Стоит ли потраченного времени и денег? Сейчас разберемся. Начнем с того, что на данный момент никакой связи с EFT здесь нет. Вы буквально создаете нового персонажа и все начинаете сначала. Пройдемся по вкладкам. Зайдя в настройки, мы не видим особо никаких отличий. В разделе звука можно настроить уровень шумоподавления. Но как я понял, пока что это почти не работает. Также можно выставить громкость своего микрофона, а также твоих тиммейтов. Правильно, в игре можно общаться по рации. В настройках управления есть небольшие отличия. Тут разделено именно оружие и управление. Есть отдельная вкладка под названием рейтинг. В игре работает система по типу ММР в доте. Так что по этому принципу исчисления вы будете находиться на каком-то месте. За победу дают плюс 25, за проигрыш минус 25. Вкладка карьера. По сути та же статистика. Видим разделение. EFT и арена. Что намекает нам, что связь все-таки будет. Также разделена общая статистика, а также статистика по рейдам. Из интересного видим, что будут матчи 2 на 2, 3 на 3. Что уже неплохо. Вкладка сборка. Это самое интересное. Есть отдельные пресеты именно за рейтинг. То есть, чем выше ты в пищевой цепочке, тем лучше снаряга тебе доступна. Однако, даже если ты играешь не супер хорошо, не отчаивайся. Также доступна куча других классификаций. Опять же, напоминает систему World of Tanks. На каждом типе написано, что из себя представляет тот или иной класс. Штурмовик. Си-Кью-Би. Разведчик. Снайпер. Если что, паузьте и читайте. Но что более забавно, работает следующий принцип. Для того, чтобы открыть следующего персонажа, тебе нужно наиграть на предыдущем определенный промежуток времени. Как в танках. Так что, по похожему принципу, подбираешь, кого бы ты хотел получить в итоге и прокачиваешься по этой ветке. Обязательно смотри на наличие активных наушников и на патроны. Потому что есть такие персонажи, у которых вообще нет брони, наушников или же дерьмовые патроны. Нажав на кнопку играть, мы видим менюшка. Обычный тип игры вообще недоступен. Есть только рейтинг, а также можно создать кастомку. Однако людей сейчас крайне мало, поэтому не с кем поиграть и мы не сможем проверить, как это работает на самом деле. Заходя в рейтинг, у нас два режима игры. В одном это 2 на 2, 3 на 3, а в другом 5 на 5. Перед тем, как продолжить, напомню про бусте, где уже есть миллионы гайдов по разборам механик игры. И уже готовятся новые гайды по арене. При поиске игры, можно выбрать сразу несколько локаций, как в КС. Начнем с того, что 5 на 5. Ждем в поиске, пока найдет катку. Принимаем запрос. Далее у нас есть варианты. Это за разный ценник выбрать тот или иной пресет. Множество пресетов вообще без наушников. Из-за этого по игре вообще ничего не слышно. Ты можешь заранее прочекать, какие в том или ином пресете патроны, броня, расходники и все прочее. К слову, изначально тебе дается 1 миллион 200 тысяч. Учитывая ценники на пресеты, это очень немало. Также есть вообще бесплатные пресеты. Вот мы и выгрузились в рейд. Давайте расскажу общее свои ощущения. Из хорошего, это высокая динамика. Очень интересно перестреливаться. И я не замечал, чтобы прям сильно кто-то как-то прям сидел, выцеливал. Такое было. Но чаще всего пацаны шли рубиться. Галдеж с трибуны достаточно громкий и может вполне себе сильно тебя напрягать. Но лично мне было нормально. Очень плохо понятно, что вообще происходит на локации. Сколько врагов осталось и что делать. Ибо инфу никто не дает. Чтобы понять вообще, кто жив, а кто мертв, нужно смотреть на специальное табло, которое висит над ареной. Если честно, это вообще неудобно, но реализовано прикольно. В течение какого-то времени ты дерешься, а если делаешь это слишком долго, начинаются волны. Где приходят различные боты, боссы и так далее. Еще можно захватить точку. Тем самым выиграть раунд. После победы, сделав достаточное количество киллов, я получил примерно 100 тысяч денег. А суммарное количество опыта было равно 7 тысячам. Что почти треть от того, чтобы прокачать следующего персонажа. Я попробовал другой режим игры. Тут принцип заключался в том, что ты стоишь наверху и следишь, как другие команды махаются. Конкретно этот режим мне не очень понравился, потому что приходится достаточно долго ждать. У меня дралось суммарно 5 команд. Из-за чего где-то 70% времени я просто стоял и ждал, пока будет моя очередь. Карта сама по себе уменьшенная и динамика высокая, потому что времени всего лишь 30 секунд. И в случае, если ты не укладываешься, то через 5 секунд происходит ничья. То есть отсидеться не выйдет. За убийство тиммейта забирает у тебя 9 тысяч, за убийство зрителя 26 тысяч. Заняв третье место, получил очень маленький плюс по деньгам, а также минус 3 репутации. В третьем матче решил поиграть с СКС-кой и тут же упоролся в большую проблему. Люди с ППШ просто аннигилируют всех. Из этого делаю вывод, что баланс по оружию здесь не особо соблюден. Потому что шансу перестрелять ППШ почти нет. А если сделал ошибку и выбрал не тот пресет, то все, играешь весь матч до конца только с одним пресетом. Выбрать другой нельзя. Проиграв катку и сделав один тимкил, мы получили минус по репутации и минус по деньгам. Но, кстати, не такой уж и большой. Еще по ходу катки заметил, что Абисбол не настолько сильно мылит и убивает картинку. Что меня, кстати, очень сильно порадовало. Итого, за проигрыш мы получили 3000 опыта, за победу 7000, а за игру зарангового персонажа не получили ничего, кроме денег. Подводя итоги, скажу, что в основном эмоции у меня были только позитивные от этой игры. Не было диссинков, нереги, рассинхронов. Этого всего я не почувствовал. Однако есть что дорабатывать, например, тот же баланс. Да и жду я новых режимов, а то играбельный, как по мне, только один. На этом видео заканчивается. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз. Удачи!